Придется попотеть. Так, по-ремесленному, Союз виноделов России оценил закон о шампанском. Напомню, что бить в колокол начали еще накануне. Так, крупнейший производитель шампанских вин в мире, Мэтт Хеннесси, заявил, что приостанавливает поставку в Россию из-за нового закона об алкоголе, который подписал Путин. При этом компаниям из французского региона Шампань по этому закону самому придется переименовывать свою продукцию. Шампанское, исторически так сложилось, в игристое вино. Вот просто по велению наших законодателей. Представители Мэтт Хеннесси добавили, что не готовы изменить категорию шампанских вин ради этого и маркировку для российского рынка. Так, что же ждет наш рынок виноделия? Откуда растут корни у этого странного винно-семантического закона? Попробуем разобраться в этой теме. С нами сейчас на прямой связи Павел Швец, виноградарь и винодел. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы как оцениваете сложившуюся ситуацию? Вот, например, действительно в Союзе виноделов России говорят о том, что, мол, Мэтт Хеннесси все нагнетает, ничего в этом сложного нет, нужно переименовываться в игристое вино и продавайте свою продукцию. Ну, как-то так. Шампанское испокон веков было шампанским, а мы вот захотели и будем сейчас все переименовывать, да? Заставляйте. Ну, смотрите, в чем суть. Дело в том, что в течение всего 20 века существовала система наименований по происхождению для винодельской продукции. То есть мы знаем такие вина, как Янти, Шабли, Медок, Божеле. Все это пошло с региона Бордо. Ну и шампань – это, наверное, самый продвинутый в части защиты этого наименования регион. Идея этих наименований заключается в следующем. То, что виноделы одного края вместо того, чтобы заниматься конкуренцией между собой, договариваются о том, что на продукции своей разной виноделы пишут одно наименование. Но проговаривают, какие конкретно технологии агротехники они будут использовать. Каждый использует эти технологии агротехники, получается, вино более-менее одного типа и стиля. И такая продукция имеет право написать на этикетке вот этот бренд. Ну, в частности, шампань. Но мало того, с каждой бутылки идут отчисления в специальный фонд, который делает ассоциация этих виноделов. И из этого фонда деньги расходуются на продвижение этой продукции внутри страны за ее пределами. Ну и создается система контроля для того, чтобы какие-то неративые члены этой же ассоциации не нарушили технологию агротехнику и не создали продукцию, которая будет дискредитировать этот общий бренд. То есть это система апелляционов, которая в мире существовала в течение всего 20 века. И вот Россия, когда вступила в ВТО, и вот Крым присоединился к России, пришлось менять закон для того, чтобы соответствовать и международным нормам, и как бы интегрировать Крым в состав России. А теперь, чего получается, мы эти нормы ВТО разрушаем таким законом? Почему мы сейчас не соблюдаем эти нормы? В чем причина? Так вот, смотрите, в России на момент принятия подобных вообще законов была очень сложная система. У нас были производители, которые делают вино из винограда, выращенного в России, но также были производители, которые делали вино из винограда, вернее, из виноматериала, который они покупали за границей. И вот купить виноград за границей, или виноматериал, это вино в цистерне, привезти в Россию, разлить, намного дешевле, чем выращивать свой собственный виноград. Поэтому в течение всего этого времени никто особо в виноградники не вкладывал деньги. Но, тем не менее, отрасль нужно как-то поднимать. Вот виноделы со всех сторон говорят, вот почему же у нас все так, почему сложно, давайте субсидии. И государству было крайне сложно определить, как же одних виноделок, которые выращивают виноград в российский, а какие-то виноделы покупают виноматериал заграничный, как их отделить одних от других. Тем более, что есть предприятия смешанного типа, которые делают и то, и другое. И вот в рамках вот этого вступления в ВТО пришлось в законе прописать вот эти новые дефиниции вино-защищенных географических указаний, вино-защищенных наименовании мест происхождения. Но, к сожалению, наши люди, которые занимались вот этим творчеством, законотворчеством, до конца не разобрались, как этот механизм работает за границей, для чего это нужно, что такое буква «З» защищенного, кто от кого что защищает, как эта конструкция должна работать. Дефиниции прописали, но потом под законными актами решили как-то все наладить. И вот началась долгая борьба одних виноделов с другими, я имею в виду мнение, каким образом должно существовать регулирование. И все это произвело до тех пор, пока не появились крупные игроки в виде Банка Россия, которые вошли в отрасль очень быстро и активно. Очень крупные игроки, прямо так скажем. Да, очень крупные игроки, да, российские. И сегодня у них достаточно большое количество виноградников, и вот они очень активно и быстро инициировали принятие закона виноградов и виноделий, в котором как раз много чего стало на свои места. То есть это в их интересах получается, вот этот закон, в частности, это получается мера протекционистская, чтобы конкуренцию обойти вот этим вот законом и, получается, какие-то более выгодные условия на рынке себе заработать. Ну, в этом законе много таких вещей, на самом деле. Просто история с Мэйд Хеннесси, она стала такой достаточно популярной, о ней мы говорим. Но на самом-то деле в этом законе, например, создана федеральная саморегулированная организация, в которой решение принимается не по количеству голосов у каждого члена, у каждого винодела, а по количеству земель. Да, у тебя больше земель, у тебя больше голосов. Соответственно, если ты маленький производитель, то твой голос будет настолько маленьким, что его и учитывать не будут никогда. То есть это так немножко несправедливо и неправильно. В общем, суть в следующем. Вот эти наименования, которые французы создали путем такой независимой и очень слаженной работы всех виноделов региона Шампань, популяризации этого бренда по всему миру, делали они эту работу в течение сотни лет. Понимаете? И весь мир узнал о том, что такое шампанское. И еще в царские времена шампанское поставлялось сюда. И сегодня даже во Франции, в той же, делают много игристого вина. Во всех регионах практически Франции. Но шампанское всегда стоит минимум 10 евро от производителя. А игристое вино можно купить за 3 до 4. Но шампанское все-таки, правда, не спутаешь. Сейчас перед тем, как, Павел, задать вам еще один вопрос, давайте послушаем мнение вашего коллеги, тоже Павла, Павел Титов, он представитель Совета директоров Абрау Дюрсо. Давайте послушаем, как он прокомментировал сложившуюся ситуацию. Очень интересно. Я бы хотел, так сказать, обратить внимание на вот эту свежую новость, новость о том, что в Майта Хэнненсе объявили о прекращении, по крайней мере, временном прекращении поставок Майта Шэндона в Россию в связи с принятыми поправками в 468 закон. Но просто хотелось как бы по этому поводу чуть поговорить, потому что, несмотря на то, что уже некоторые телеграм-каналы меня цитируют и мое отношение к данной ситуации, у меня почему-то все равно большое мнение, что каким-то образом эти поправки сделаны в пользу Абрау Дюрсо, и мы являемся неким бенефициаром этого всего. С самого начала хочу сказать, то, что мы никогда не претендовали на название «шампанское». Если вы посмотрите на наши современные этикетки, упоминание слова «шампанское» находится только там, где требует этого закон. Мы не используем на фронтальных этикетках, мы не используем это в своей терминологии, потому что мы прекрасно понимаем то, что по международным канонам и международным винодельческим правилам и законам единственное место, где производится шампанское – это в регионе Шампань во Франции. И мы особо трепетно, наверное, к этим правилам относимся, потому что также у нас есть винодельня в Шампании, и шатудовизм мы завозим и импортируем в Россию, так же, как и «Мэйт Хеннесси» импортирует свою продукцию. Да, Павел, вот как вы прокомментируете мнение вашего коллеги? Естественно, к чему это может привести, как это может отразиться на российских производителях игристых вин? Ну, во-первых, смотрите, Шампань – это очень небольшой регион с точки зрения потенциала производства. Его в 20 веке уже два раза расширяли. И всегда существует дефицит шампанского французского во всем мире. Я думаю, что французы – это принципиальные люди. То есть, если их лишают в России называться шампанью, чем, собственно, они и должны называться, то я не знаю, какую позицию они займут, но на самом-то деле продать то, что они продают в России, они могут очень быстро перераспределить эту продукцию на другие рынки. Абсолютно. Просто мы останемся без шампанского, мы пострадаем. Ну, вполне. Потребители. Вполне может быть такое. Вполне. Потому что я уверен, что для «Мэйт Хеннесси» рынок российский не самый большой, хотя один из наверняка существенных, но действительно вы правы в том, что это можно все перераспределить. Да, для всего шампанского, повторяю, в результате плана очень четкой работы всех пиноделов шампани, вот этих четких правил внутри ассоциации производителей шампанских вин, существует очень правильное понимание, как развивать свой бренд. И я боюсь, что не только «Мэйт Хеннесси», а институт вин шампани может вообще как бы не рекомендовать производителям шампанского продавать свою продукцию в Российскую Федерацию. Вот это будет как бы грустно, потому что все-таки шампанские вина, это, я имею в виду из региона Шампани, это такая продукция, которую невозможно сделать в другом регионе мира, понимаете? То есть это самая северная региона. Странно, почему этого не понимают власти, в том числе президент Путин, который лично подписал этот закон, который, как мы знаем, тоже любит шампанское выпить. Вот, например, помните, это прекрасное поздравление Никиты Сергеевича Михалкова с юбилеем, где он выпивал шампанское, вряд ли он пил российское. Хотя, может быть, вот его же друзья из Банка России, с другой стороны, вы сами говорите, вписались в это дело. Я не думаю, то, что Владимир Владимирович Путин прямо так разобрался досконально в том, что вот этот закон решает именно вот этой части, там закон очень большой, и там очень много вещей, принципиально намного более важных и значимых для отрасли, нежели вот то, что, ну, про это шампанское. Но они просто не доработали, не поняли до конца, что такое, чем это чревато. Я думаю, разберутся... Но это не речь идет о русском вот этом вот типичном... Вот пусть у нас все компании пропишутся зарубежные в России, имеют свои представительства, это было и с IT-компаниями, тоже такая неразбериха. Теперь вот не является ли это вот нашим типичным таким вот проявлением протекционизма, национализма в чем-то и так далее? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, просто это ошибка и не разобрались. Наверняка открусят как-то назад. Хотя, повторяю, в этом законе много чего очень нехорошего... А он обсуждался вообще, кстати, с вами, с профессионалами? Вы знаете, мы пытались виноделы Севастополя как-то вставить свои три копейки тем людям, которые являются авторами этого закона. Но, к сожалению, нас в каких-то принципиальных вещах не услышали. Я повторяю, там самая сложная и самая неприятная история в этом законе, в том, что вот ту роль, которую виноделы в шампании делали в развитии своей продукции в течение всего 20 века, российские производители теперь лишены подобной конструкции. У нас это федеральное СРО, федеральное, а не региональное СРО. И, повторяю, у нас сложно будет плечом в плечу отстаивать славу и качество бренда, например, Севастополь, в котором я нахожусь, потому что мои голоса на общем собрании будут ничтожны, понимаете? Ну, как вы считаете, вообще, вот все-таки это как-то отразится, я имею в виду, с точки зрения уже цифр экономики на этот закон на рынке, или это будет чисто имиджевая история, ну, в плане того, что, да, мы потеряем, кто любит шампанское, возможность его пить, да? Кроме этого, какие-то потери будут? Я думаю, что это будет очень незначительный позитивный. Потому что вся эта категория самого шампанского, непосредственно французского шампанского, по сравнению с недорогим игристым вином, который в России делается и выпивается на Новый год, это капля в море, на самом деле. И для российских покупателей, значит, написано там шампанское, либо игристое, честно говоря, вот в этом массовом объеме, я не очень верю, что это как-то очень существенно влияет на покупательскую способность. Понятно. То есть люди хотят, чтобы там были газики внутри, чтобы оно было с золотинкой наверху, чтобы оно вот хлопнуло в новогоднюю ночь, а что тут написано этикетки... Да и что в бутылке налито тоже, в принципе. Ну да, я имею в виду в таком недорогом слове. Да, понятно. Мы говорим уже о высшем пилотаже, чтобы понять, что бутылка Мойшандона в ресторане в Москве стоит минимум 10 тысяч рублей. То есть это как бы такое недешевое вино, которое в принципе в общем объеме всего алкоголя в России потребляется очень-очень мало. Ну что ж, будем следить за родителем ситуации, может еще как-то что-то изменится. Может быть, президент Путин узнает о том, к чему этот закон привел, и что шампанское исчезает. Спасибо большое, Павел Швец, винодел из Севастополя, был с нами на связи. Вот, кстати, пишут в комментариях на нашем YouTube-канале Дождя, спасибо, что нас там смотрите, что Денис, у царя шампанское не исчезнет. Не знаю, у какого царя, конечно же, вы имеете в виду, но действительно у нас есть такая традиция, действительно, к императорскому двору всегда поставляли шампанское. Надеюсь, мы продолжим пить этот прекрасный игристый напиток. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на YouTube. Но Дождь — это намного больше, чем наш YouTube-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok